Мелочи по сравнению с теми затратами, которые мы сегодня несем по подготовке к Новому году. Если такая есть необходимость, мы, конечно же, приобретем новые костюмы. Что касается субсидирования процентной ставки по ипотечным кредитам, вопрос, конечно, очень интересный. И самое главное, он правильный, актуальный для наших молодых семей. И я не могу сегодня однозначно ответить, именно сейчас, о том, что мы будем субсидировать процентную ставку. В каком размере, в полном объеме, 50% или 80%? На то, что этот вопрос заслуживает внимания, это однозначно. Я думаю, что мы его изучим и при формировании нашего бюджета, с учетом бюджетного кодекса, мы постараемся очень внимательно подойти к решению этого вопроса. Антон Вадимович, вот были у вас, сейчас было пожелание, елки, вернее, вы сказали хорошие слова. А на сайте человек под ником Жора спрашивает, елка, которая установлена на Театральной площади, какова дальнейшая судьба? Человек переживает, не уедет ли она куда-то совсем, на следующий год будет ли она здесь? Никуда елка не уедет, это наша елка, это наша собственность, мы ее приобрели. И единственное, что могу заверить, что, безусловно, она после новогодних праздников будет определена на ответственное хранение. И если не появится новой елки, какой-то более современной, красивой, новой на следующий год, то мы поставим эту елку на этой же площади. И если вдруг появится какая-то новая и лучшая елка, и мы будем иметь возможность приобретения для нашего города такой елки, то, конечно же, эту елку мы передадим то ли в Петровскую, то ли в Анастасиевскую, то ли в Черноюшевскую, в одну из наших больших станиц, которая украсит поселение. А так, конечно же, она будет храниться здесь и радовать и взрослых, и детей нашего города. Есть дозвонившийся еще у нас. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Олег Говорков. Я бы хотел задать вопрос главе. Значит, как в Хучевской произошло там убийство, и у нас тут, ну как говорится, тут немножко такой же ж было. Вот тоже, тоже, короче, беспредел какой-то творится. Короче, как у нас милиция? Вот вы как-то, короче, вы как-то можете помочь нам? Уважаемый Олег, спасибо большое за вопрос. Я на него отвечаю. Меня тоже очень беспокоит состояние общественного порядка, охрана общественного порядка на территории нашего города и района. И мы в ежемесячном режиме проводим совещание с силовыми структурами. Сегодня на аппаратном, вот месяц назад было принято решение, еженедельно на аппаратном совещании начальник ОВД или его заместители отчитываются передо мной о проделанной работе по укреплению правопорядка. Мы сегодня разработали комплексную программу по укреплению общественного порядка на территории нашего города. Туда вошли и такие пункты, мероприятия, как материальное стимулирование сотрудников ОВД за раскрытие особо тяжких, опасных преступлений. Это мы сегодня изучаем вопрос по созданию медицинского вытрезвителя на территории нашего города, который раньше был. Мы туда включили в программу это расширение камеры временного содержания, нарушителей общественного порядка. Конечно же, те события, которые произошли в Кущевке, это очень страшные события, это вопиющие события. И я думаю, что все виновники данных трагических событий, они получат по заслугам. Что же касается происшествия, произошедшего у нас в городе Сланске на Кубани на улице Победы, Конечно же, я могу сказать только в рамках того, что мне дозволено говорить, и то, что сегодня официально опубликовано в средствах массовой информации. К счастью, это преступление раскрыто, задержан преступник. К сожалению, причина совершения этого преступления очень банальна и, наверное, даже очень страшна. И единственное, о чем, если в данном случае можно говорить о чем-то хорошем, то то, что трое пострадавших, которые бы остались живы и находились в очень критическом состоянии, они на сегодняшний день пошли на поправку жизни их вне опасности. И я думаю, что уже в ближайшее время они смогут вернуться к нормальной жизни в нашем обществе. Что же касается в целом по правонарушениям, совершаемых на территории нашего района, то хочу сказать, что количество их в целом снизилось по сравнению с аналогическим периодом 2009 года. Хотя, к сожалению, по некоторым видам преступлений их увеличилось. К счастью, могу отметить то, что преступления, совершаемые или происходящие с участием несовершеннолетних, существенно снизилось. И я думаю, что та работа, которая сегодня проводится в районе, а она проводится сегодня в взаимодействии с руководителями силовых структур, начальника управления внутренних дел, начальника милиции общественной безопасности, начальника следственного отдела, службы участковых. Сегодня мы укрепили и очень активно работает управление по взаимодействию с правоохранительными органами. Очень медленно, но тем не менее, начинают набирать темпы работы добровольных народных дружин, службы патрульно-постовой службы. И я думаю, что вот тот приоритет, который мы перед собой ставим, ту задачу, которую мы ставим по созданию в городе Славянске очень комфортных, благоприятных условий по проживанию, а в том числе это и безопасность проживания. И задачу, которую мы ставим перед собой, сделать город Славянск одним из самых благоустроенных и безопасных городов на территории нашей любимой Кубани. И я думаю, что в ближайшем будущем эта задача нами будет решена, и она нам по плечу. Анатолий Владимирович, и у меня, и у наших зрителей еще масса вопросов. Я хотела бы несколько вопросов задать вам блиц, быстро. Глава района, безусловно, это почетно. Но для вас, я не побоюсь сказать, это прежде всего ответственность. Для вас груз ответственности он давит или дает новый толчок? Наверное, скорее всего, дает право думать на то, что я не имею сегодня ни права, ни возможности не реагировать на все то, что происходит в районе. Конечно же, он мне помогает быть не безразличным, а очень активно, если можно так выразиться, участвовать в решении многих проблем, существующих на территории нашего района во всех сферах деятельности. За что вы испытываете чувство гордости? Ну, наверное, это не мне судить. Наверное, сегодня... Но вы чем можете гордиться в нашем городе? Как житель? Я могу только с уверенностью заверить всех жителей нашего города, нашего района, всех тех, кто отдал за меня год назад голоса, благодаря которым я сегодня нахожусь на этой должности, могу с уверенностью заверить, что весь этот год, впрочем, как и все последующие, сколько я буду работать на территории нашего района, я буду работать честно, ответственно, порядочно и не буду жалеть ни собственных сил, ни сил своих подчиненных для того, чтобы достичь вот тех поставленных целей перед собой, направленных на благо жителей Исландского района. В течение нашей программы сегодня неоднократно звучали отрывками, так скажем, лозунги. Вот если в 2011 год вы и ваша команда, вот под каким главным лозунгом вы вошли и работали? Ну, во-первых, я считаю, что 2010 год был в целом для меня, для моей команды, для жителей нашего района, для бизнес-элиты, для руководителей предприятий. Он был годом становления, мы притирались друг к другу, мы изучали друг друга, мы старались понять. Надеюсь, что этот период успешно завершен и считаю, что 2011 год должен стать годом стабилизации и годом начала серьезных свершений на территории нашего района. И, конечно же, те лозунги, с которыми, наверное, это не лозунги, наверное, это громко сказано, но те пожелания, с которыми я, или с теми задачами, которые я ставлю сегодня перед своими главами, перед своей командой, те приоритеты, это, в первую очередь, то, что нерешаемых проблем на территории района не может быть. Мы сегодня либо их решаем, либо мы несостоятельны вообще находиться на этих должностях. Второе, это то, что мы сегодня говорили о нашем будущем, это о наших детях. И сегодня на территории района не должно быть чужих детей. Когда-то давным-давно губернатор нашего края принял программу на Кубани не должно быть одиноких бездомных детей. И эта программа успешно на сегодняшний день завершена. Я думаю, что будущее наших детей зависит от нас, и чужих детей, чужих проблем, связанных с воспитанием, с нравственным, духовным воспитанием, с общим образованием не должно быть. Ну и, конечно же, безусловно, я об этом говорил, основная цель и задача – это город Славянск на Кубани, Славянский район, самый благоустроенный и безопасный город на Кубани. Дай Бог. Анатолий Владимирович, не могу не задать вопрос про Новый год. Вы уже обозначили, что 31 декабря здесь на площади будет программа, будет много всего интересного, и, наверное, всем нашим телезрителям, всем жителям нужно сюда прийти и вместе, взявшись за руки в один хоровод, здесь встретить этот замечательный праздник. Ну а как вы любите отмечать вообще Новый год? Я люблю отмечать Новый год в семье со своей женой, со своими детьми, но прекрасно понимаю, что на сегодняшний день, наверное, в новогоднюю ночь у меня такой возможности не будет, и я думаю, что моя семья меня понимает, мои сыновья, мои ребята будут находиться где-то с бабушкой, с дедушкой, а супруга, я уверен, она будет находиться рядом со мной в эту новогоднюю ночь, и на 31 декабря уже расписаны все мероприятия с моим участием, это и посещение ряда социальных объектов, учреждений, где мы хотим поздравить жителей нашего района. Ну и, конечно же, это поздравление земляков здесь 31 декабря в новогоднюю ночь, с самыми наилучшими пожеланиями, с самым хорошим настроением, и поэтому я думаю, не думаю, я уверен, что эту ночь мы будем здесь, как вы сказали, вместе на этой площади провожать благодатный 2010 год и встречать новыми серьезными переменами, новыми серьезными свершениями и событиями 2011 года. Ну что ж, на вот этой ноте нам остается только попрощаться и сказать Анатолию Владимировичу большое спасибо. Час с лишним, почти полтора пролетели очень быстро. До новых встреч, до встречи 31 декабря на Театральной площади, а здесь в студии, я надеюсь, мы встретимся вскоре, как наступит 2011 год. Спасибо еще раз. Спасибо. Всего доброго, до новых встреч. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»